Да. Алло. Алло. Алло, алло. Кто это? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Сергеевна, старший финансовый инспектор в городе Москва. Кто-кто? Старший финансовый инспектор? Абсолютно верно. Вау. Звоню вам по поводу вашей задолженности в банке Ренессанс Кредит. У вас 169 дней просрочки. В деле вижу очень плохую пометку. Евгений, банк настроен очень... Какую пометку? Очень плохую. Вам не плохо слышно? Нет, я просто не понимаю, как можно видеть, как у пометки может быть статус плохая, хорошая, очень плохая пометка. Что там помечено? Очень плохая пометка, Евгений. Банк настроен очень решительно. И по фидерам... Ой-ой-ой. Что там он в банке настроен-то? Сейчас в окно выгляну. Уже подъехали на танки ко мне? Решительные вы мои. Ну не знаю. Посмотрите в окошко. Ну-ка. Нет никого. Евгений, сумма задолженности у вас составляет 62 тысячи рублей. Вы намерены оплатить в добровольном порядке вашу задолженность? Я хочу эксперимент поставить. Хочу в недобровольном порядке. Вот как в недобровольном? В добровольном все понятно. А вот в недобровольном? Мне все время интрига вот эта пожирает. Что такое добровольный и чем он отличается от недобровольного? Хочу в недобровольном порядке. Ну в свое время, наверное, по всей вероятности все узнаете. Не, ну я вам четко говорю, вот мне вопрос задал, старший финансовый советник или что-то. Платить не намеренно. Не, не, я буду платить, но только в недобровольном порядке. В недобровольном. Как это? Вы знаете, что за злостное уклонение от соглашения кредиторской задолженности предусмотрено в статье 177 и 165 Уголовного кодекса. А у нас с вами какие отношения? Гражданско-правовые. И каким боком тут статья Уголовного кодекса может проскочить? Разговор ведется, Евгений, а не усугубляйте свое положение? Куда ведется разговор? Итак, в какие числа вы намерены произвести оплату и в каком моменте? Ну, в какие числа вы начнете недобровольно. Вот как вы там, что там собрать, со мной делать? Ну, вы чего добиваете? Решительных действий банка я добиваюсь. Чтобы по 811 статье Гражданского кодекса банка... Ой, уже третья статья, да? Это срочного погашения? Ну, выставите, конечно, и что? Что дальше? Ваши слов, я так понимаю, вы присвоили деньги банка с целью не возврата. Вы там понимаете, что хотите. Я же вам не говорю, что я так сделал. Я так и понимаю. Ну, понимаете. Я же не слышу от вас... Я же не виноват, что ваше вот это скудаумие. Представляете, старший финансовый советник. А что там у вас стажеры? Там, наверное, вообще их с ингубатором... Евгения, Евгения, даже не старайтесь и не пытайтесь. Меня это не трогает. А я не пытаюсь ничего, я просто констатирую... Вы в очередной раз... Не перебивайте меня. В очередной раз отказываетесь от оплаты. Я вас верно сняла? А, послушайте, старший финансовый советник. Эксперт по взысканию или кто вы там... Я вам задала вопрос, Евгения. А с чего вы взяли... Под запись телефонного разговора вы отказываетесь от оплаты? Под запись телефонного разговора. Я хочу сейчас у вас уточнить, с чего вы взяли, что вы говорите с Евгением. Ё-моё, забыла. Так вы ввели меня под запись телефонного разговора, ввели в заблуждение. Хотите, начало расскажу. Я взял трубку, сказал, алё, мне говорят, здравствуйте, Евгения. И понеслось. Вы под запись телефонного разговора ввели меня в заблуждение. Я даже слово «дай» не сказал. Какое заблуждение? Евгения, Евгения. Ты сама себя ввела в заблуждение, когда подала резюме на устройство на эту работу. Проведуты исследования, помогутся определять. Это Евгения, не Евгения. Нет, это не Евгений. Нет, дорогуша. И вот в этом случае ты попадаешь. А почему вы отвечаете от его лица? Скажите, а вы постоянно, собственно говоря, отвечаете по этому номеру? И постоянно ходите. Да потому что я не Евгений. Как вас зовут, старший? Меня зовут Анатолий Иванович Тубайс. Такой рыжий. Анатолий? Иванович Тубайс. А, понятно. Да, 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 да. Пытаетесь поясничать, хорошо. Всё хорошо. Так, все финансовые советы. Анатолий Иванович Тубайс, информация за информацию эффективна. Вы за банк не переживайте. Давайте в Ютубе назовем этот ролик. Не переживайте. Не о том у вас злова, Марий Иванович. Больше я с вами не намерена общаться в такой сроке. Посмотрим, Ютубе. Я придумал, сейчас ты сольёшься, да? Итак, по улице Нового Дома. О, ещё и адрес говоришь человеку, да? Я сегодня оформляю заявку на выездную группу. Какой ужас. На танки приедут? На танки? Кому привет? Оформляй. Евгений. Ты сольёшься. Сольёшься сейчас, да? Как дерьма кусок. Ютубе, как коллектор сливает информацию. Так будет ролик называться. Слушай, больная. Да, сейчас ты ещё скажешь, штрафы у меня там будут, да? В общем, сольтем и знакомишься. Всё, Максим, пока. Слилась? Давай, нажимай кнопку и полетела. Туда, куда должны такие, как ты, лететь. Самый там большой такой, этот, септик, септик, там дерьмо. Вот это собирается, и там ваш курятник, все там с вашего курятника там между собой. Электромонтёр из города Болхов. Успокойтесь, до свидания. Ты там заплакала уже, я чувствую, да? Электромонтёр. И чё, ну электромонтёр, чё ты против электромонтёров? Они хоть пользу людям приносят, электромонтёры. А ты какую пользу? Я тебе, знаешь, ещё предупрежу? Ты сходи, стерилизуйся, чтобы от тебя потомства никогда не было. Ладно? Ну вот именно. И трубку не можешь положить, потому что разговор не зачтётся. Верно угадал? Ну вот.